Итак, всех приветствую, мы продолжаем с того же места, и в общем-то мы отправляемся сразу в этот, в Айтран. Да, в Айтран, что нам там нужно? Теперь нам нужно зарядить посох, продать лута часть, и как бы это, идти убивать Анкана, еще отсидеть в тюрьме перед этим. В общем-то, дело, как вы понимаете, по горло. Прикройся, не стыдно тебе голышом разгуливать? Не, я котик. Обожаю, когда они меня упрекают что-то, что я там голышом разгуливаю. Вот идиоты. Я же котик. Как я должен разгуливать, по-вашему? Котикам вредно ходить в одежде. Ну и в общем-то, что у нас есть? Давайте посмотрим. Ну, в принципе, я, наверное, пропущу частично все это действо. Значит, посох Магнуса. Кстати, посох Юрика, говорят, он, типа, тоже довольно прикольный. Но давайте его уберем из избранного и все-таки положим сюда. Секиры всякие. Вот это вот все нужно использовать как-то. Мечи души губы. Жаль, нету булавы никакой. Ага, вот, смотрите. Двуручный меч сжикания. Тоже неплохая штука, вроде бы. Значит, Савасаарина. Но это нам не нужно. Деревянную маску я не знаю, куда ее девать на самом-то деле. Кстати, шлем. Но дело в том, что у нашего союзника, у него же, короче, это. Легкая броня в приоритете. Вот в чем проблема. Изменения. Маракей. Он его будет надевать? Скорее всего, нет, естественно. Каков наш следующий шаг? Если так, мы пойдем быстрее. Конечно. Савасаарина. Ну, нет. Нет, нет, нет. Нет. Если так, мы пойдем быстрее. Конечно. Хотя шлем неплохой. Там морские перчатки, сапоги, одеяние. Кстати, у него нет брони. Нет типа брони, соответственно. Взлом облегчается на 25%. Ну, вы понимаете. Значит, зелья. Да, зелья колдуна. Кроме него, оно никому не нужно. Зелья магии. Добавочной магии. Добавочной магии. Ну, надо ж куда-то его девать. Кстати, я так вилкой не попользовался. Так, с надобью берсерка это двуручники. Блин. Оно нам не подходит. Значит, всякие свитки здесь. Разное. Камни душ. М-да. Да, 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 да. Насчет камни душ. Нам нужно зарядить какой-то из посохов. Значит, посох захвата, душ. Посох грозового отронаха. И есть у нас посох вободжек. Думаю, посох грозового отронаха нужно нам зарядить. И давайте посмотрим, сколько у нас навыка от этого повысилось. Да, практически полностью. Но этого и хватит. Значит, ну, я вернусь, когда я тут все поперекладываю. Ну, и, в общем-то, все. И в чем прикол? Нам нужно подождать. Нам нужно подождать теперь. В принципе, мы скинули там. Я зарядил посох. Что еще надо было? Надо еще поторговать, да. Еще, возможно, стыбрить каких-нибудь зелек. Но вначале, естественно, поторговать. Значит, три, допустим. Раз, два, три. И еще. Так, ну, и давайте еще часик. Вайтран, гордость. Ну, не сказал бы, что Вайтран, гордость Харима. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет? А если нет, то что? А я думал, ты меня убьешь. Так, это у него тут всякая хрень. Кольцо малой хватки. Двуручное оружие. О, смотрите, у него разное тут есть. Карманника. Ну, блин, кража это так себе. У него даже одеяние там для магов есть. Так. Зелья. Зелья лечения. Ну, все это меня не сильно интересует, конечно. Смотрите, у него даже книги есть. Это очень странно на самом-то деле. На высоких уровнях у них никаких книг не продается. О, камни тушь, кстати, вот покупать, это не такая уж и плохая идея. Хотя я, пожалуй, припереку. Если вообще будет сильно нужно, то тогда уже буду покупать. Значит, смотрим. Здесь нам ничего продавать не надо. А вот всякие колечки я бы продавал. Да ну, блин. Короче, прикол в том, что... Чем больше по количеству товаров ты продаешь, тем больше навык качается. Вот в чем вся проблема. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Стоп! А почему... Взлом... Кстати, взлом не так уж и сильно прокачан, если посмотреть. Красноречие где? Вроде пустое. А почему у тебя так мало денег? Все продается, дружок. Все! Ха! Была бы у меня сестра, вмиг бы ее продала. Что это ты? Давайте-ка загрузимся. Мне кажется, это какой-то лах. Готов у тебя... Да, немного того, немного сего. О, теперь 755. Кстати, у него есть камень души с большой душой. Все-таки одежду нужно проверять. Тут как бы... Ожерелье малого здоровья. Малая алхимия. А будем ли мы заниматься алхимией? Вопрос. Вряд ли. Хотя можно попробовать, кстати. Можно... Ну, то есть, очень понемножку, скажем так, заниматься можно. Однако все же можно. Так. Я рад, что наконец-то... Запомнили, я... Так, вот. Красноречие уже практически максимум. Поэтому мы уходим. В общем, воровать у нас совсем смысла нет. Ну, кроме разве что то, что мы будем расходовать. Какие-нибудь хилки можно воровать. А так... Так. Не хочешь податься в наемники? По-моему, дело как раз по тебе. Я хочу ударить стражника. Чтобы он меня арестовал. Амулет Таваса. Кстати. Не двигаться. Приказ Ярла. Так. Веди меня в тюрьму. Ты сгниешь. Так. Где тут моя тюрьма, любимая? Да, я сгнию в тюрьме. Я командую стражей. Тут, в Айтране. Так, одежда. Сколько можно мне ее выдавать каждый раз? Ну, не хочу я ходить в одежду. Ну, не хочу и все. Значит, смотрим. Навыки. Стоп. Не очистилась нифига. Зачарование очистилось. А это не очистилось. Красноречие. Давай еще в тюрьму. Хочу еще больше тюрьмы. Красноречие это важно. Дюпаем, короче, всякие шмотки. Итак, смотрим. Навыки теперь. Злом. Все. Красноречие. Все очистилось. Отлично. В принципе, не так плохо. Значит, теперь, что нам нужно? Анкана. Нет, не оденусь. Городость Скайри. Придурок. По мне так ничего особенного. Вот Блэк Лайт. Если нужны зелья, это тебе в котелок Аркадии. Говорит, короче, про Блэк Лайт. Наш наемник. Но. Что я еще хотел? В принципе, все. Мы идем в Винтерхолд. Но у нас-то есть это. Мы едем в Винтерхолд. Вот на этой тележке. Потом, наверное, за амулетом Голдора будем охотиться. Или я даже не знаю. Так, давайте-ка сохранимся на отдельный сейф. Не настолько привлекательно, как тебе кажется. Почему я котик, я красивый? Котики красивые. Или вы не согласны? Блин, где-то дракон. Вот он летает. Он, короче, постоянно здесь летает. Да пошел ты, драконище. Во! Он долетел, наконец-то. Дол! Во! Побежали туда. Все же дракон мне пригодится, я думаю. Так, это опасно. Все дракон. Убери, дракон. Тяжелые. Ну всё, дракон сдох. Какая легендарная коллегия Винтерхолда. Невероятно. Вроде сдох. Постоянно сбивается вот эта вот факеловская хрень. Вкусная драконья душа. Теперь-то он, конечно, мёртв. Откуда же он взялся? Отверблюда, чувак. Так. Значит, что у нас там с криками? Да. Я собирался ещё крики прокачивать. Значит, замедление времени, бесплотность, ледяная форма. Стремительность. Ну, бесплотность. Ну, и... А. Да, потратить душу. Замедление времени. У меня душ дофига, поэтому... Хотя, если честно, меня устраивает безжалостная сила. Во имя богов. Даже не знаю, что и сказать. Скажите, это Анкану. А не мне. И курица. Которую, если ударить, то будет очень плохо. Все стражники будут тебя ненавидеть. Не обижай, курочек. Блин, опять кучу зелек потратил. Ну, да ладно. Их всё равно много. Тебе удалось выжить. Значит, он у тебя. Будем надеяться, что псиджики не ошибаются, и в нём действительно сокрыта большая мощь. Красавец. Посох Магнуса. Посох Магнуса. Прикольно выглядящий. Так. Посох Магнуса, пожалуй, во-первых, в избранное. Во-вторых, в левую руку. Чтобы я мог типа это, другими вещами заниматься. Думаешь, я не знаю, что ты задеваешь? Думаешь, я не смогу тебя убить? У меня в руке сила, что может обрушить мир в небытие. А ты считаешь, что можешь с ней тягаться? Да. Я вне пределов твоих жёлтых водительских сил. И не сможешь коснуться меня. Особ. Подействуй пособом на око. Хватит. Я рад, что наконец нашёл тебя. И всё же ты настраиваешь? Хорошо. Так, зелье сопротивления огню. Я тебе прикончу. Умри! И всё. Как-то слишком быстро. Чё-то я не понял. Чё, на кого надо было воздействовать? Потратил кучу заряда ненужного. Да и вообще он какой-то слабый был. Я знал, что у тебя всё получится. Теперь я Архимах. Так ведь? Я, я не знаю. Анкан исчез. Но то, что он сделал с оком, не прекратилось. Понятия не имею, что нам делать. А, вот. Псих-таджик. Я хочу ока. Я хочу его. А можно, кстати, не сдавать квесты. Как бы будет прикольно. Будет у нас ока здесь. Но будет сиять. Блин, мне бы такое ока. Это, короче, анальный шарик Орхана. Орхан-любитель. Или кто там, короче. Какой-то мудак, короче. А, наверное, дебила. Да. Это анальный шарик дебилы. Она тренирует свою попку для этих. Для Молагабала или для кого-то там. Ещё. Кто любит ебать в жопы всех. То есть, при помощи этого анального шарика. Мы знали, что ты победишь. Твоя победа подтверждает, что мы в тебе не ошиблись. Ради чего всё это? Ради анального шарика? Тебе удалось доказать, что ты сможешь руководить коллегией Винтерхолд. Я могу сказать, что вы моровите. Если выдастся шанс, загляни туда. Ока становится нестабильным. Его нельзя тут оставлять, иначе оно может уничтожить коллегию и весь мир. Его нужно спрятать. Действия Анкана доказывают, что мир ещё не готов к такой вещи. Мы будем охранять его. Пока что. Вы сохранили свою коллегию и сможете жить как прежде. Спасибо тебе, Архимаг. Келебрас и Тандил. Стоп, Тандил это какой-то известный чувак, знакомый мне. И всё это Альтмиры, походу. Ура! Коллегия вновь в безопасности. Я знал, что ты справишься. Осмелюсь сказать, что псиджики правы. По-моему, нет более достойной кандидатуры на должность Архимага. Вот теперь это твоё. И покой Архимага тоже. Я в любой момент готов помочь тебе советом, если потребуется. Зачем мне одеяние Архимага? Угу. До встречи. Стоп. Да! Хорошо, что в Скайриме ещё остались. Давайте выполним. Это да. Я, похоже, кое-что потерял. Не могу найти... Если вдруг найдёшь его, принеси, пожалуйста. Так. Ладно. Ну, куда ещё можно... Так, нам дали, я так понял, эту одежду Архимага. Да, наконец-то. Ну, она как бы нам не нужна. Вот в чём проблема вся. Хотя, ну, то есть, мы ж магией не пользуемся и не можем, в принципе, пользоваться, чтобы не качать навыки. Брелина. Ага, это у нас... Онмунд. Я ваш новый молодой Архимаг. Я Зеленский от Мира Скайрима. Голый кошак стал Архимагом. Сейчас буду всех веселить. Джзарга. Вот ещё один кошак. О, камни душ отреспавнились. Обычный это, кстати, не самый плохой камень душ. Я всегда к твоим услугам, Архимаг. Разреши мне тут всё своровать. Раз ты к моим услугам. Нет, не разрешает. Ну, ладно, ладно. Пойду, короче, ещё в покой Архимага. Зайду там много камней душ. Камни душ это то, что нам нужно. Кстати, души в них мы будем забирать в этом. Как его? Позже. В Каир не душ, да. Но в Каир на душ я, наверное, не скоро пойду. Потому что это даунгард, а туда как бы сложно прийти. Легче, наверное, прежде чем даунгард пойти на Солстейм и там всё проходить. Значит, фораль, да. И всё равно я могу только украсть. Однако. Видите, не замечает. Круто. Не нужно даже пригибаться. Обожаю я здесь лазить. Так, тут посох магического света отреспаунился. Так ведь? Так, то есть это можно его постоянно воровать и потом использовать, где попало? Это прикольно. Ну, воровать ко мне душ, особенно маленькие какие-то, не особо вижу смысла. Боги улыбаются тебе, друг. Стоп, а что, это задание, оно не повторяется? Прощай. Я думал, ты мне опять скажешь почистить, короче, эти. Может, у Финиса Гестера это задание будет? Значит, зелень невидимости, здоровье, сопротивление магии. И куча других магических зелень. Это всё, естественно, средние невидимости, нифига себе. А чё тут с корзиной? Вот. Нет, корзину себе запери. Надень что-нибудь на себя, а то мне что-то жарко, не по сезону. Так, ну... До встречи. Это полная фигня. Вот он, перегонный куб Толгера. Я не зря взял это задание. Бесплатный мешочек с монетами распавнится. В общем, в Скайриме можно жить даже как обычный человек. Мы все должны благодарить тебя за спасение коллегии. Ты на своём посту заслужена. До встречи. Я знаю, что я заслужена. Вы мне все по гроб жизни должны, понятно. Я рад, что наконец нашёл себе опытного спутника. Мой предыдущий клиент погиб, пытаясь в одиночку справиться с целой крепостью бандитов. Вроде никто не заметил. Вот так ведь. Урочий кинжал, кстати, вот тут есть. Но мне нравится посох света. То есть я могу сюда приходить и его периодически брать. И как бы старый посох разряжается. Я его, например, могу продать. Или куда-то деть. Школа восстановления. Полноценная школа магии. Что бы там тебе ни говорили. До встречи. Осторожней. Так, я, кстати, здесь могу теперь брать. Всё безнаказанно. Яд паралича, например, зелья магии. Или раньше тоже мог. По-моему, раньше тоже мог. Ну, в общем-то, такие вот дела. Значит, тут... Тут ничего. Во, зачаровалка. Обычный, маленький, крохотный. Обычный опять. Так, тут ничего. Тут обычный, крохотный, обычный. Ну, тролля обычная душа, поэтому... Так, красить нельзя у него на виду. Так, ведь. Ну-ка, услуги по зачарованию предметов одна из немногих вещей, что связывает нас с остальным Скайримом. А, стоп, у него можно... Уверен, тебе по плечу самостоятельно всё выяснить. А если не можешь, поищи у Урага какую-нибудь книгу на эту тему. Нет, не могу. У меня и там достаточно дел. Взгляни на эту ситуацию, как на возможность отточить своё мастерство. Так. Местные норды не слишком. Нужно опять кое-что зачаровать. Забери предмет у заказчика и принеси мне. А я уж тут с ним разберусь. Ну, задание вроде не дал. Ну и слабо. Так, ну всё. Здесь мы как бы разобрались. Я рад, что наконец нашёл себе опытного спутника. Мой предыдущий клиент погиб, пытаясь в одиночку справиться с целой крепостью бандитов. Так, теперь возвращаемся к Толдеру. Он даст нам ещё каких-то там камней душ, ещё чего-то. Толдер. Ты где? Ты где? Жзарга. Онмунд. Парелина. И вот Толдер. Я всегда к твоему слу... Ах, да. Вот спасибо тебе. Крохотный камень душ, блин. Полный пред. Ну ладно, я хотя бы помог. Помог Академии. Я хотел бы, чтобы повторялось задание вот это вот. Оно, по-моему, у меня повторялось только в неофициальном патче. А без неофициального патча оно, типа, не повторяется. Вообще, блин, ради анквеста это прикольно. То есть, каждый раз вот это вот камни халявные. Но, видимо, поэтому по умолчанию оно и не работает так. То есть, по умолчанию... Это не ради анквест. И вот, наконец-то, я архимах в своей архимагической... Упочивальне, так скажем. Ням-ням-ням, какие камни душ вкусные. Они, небось, еще и распаунятся здесь. Вот еще, вы посмотрите. Великий, маленький. Не нужно ничего покупать. Двемерский кинжал халявный. Только зачем он мне нужен, непонятно. А, и, кстати, по идее, что тут этот посох ледяного... А, ледяного. Ну, пусть будет ледяного. Тоже пригодится. Он, короче, здесь же распаунится. То есть, у нас есть посох бесплатных ледяных атронахов. Не просто посох ледяных атронахов. А бесплатных. Которые распаунятся здесь периодически, скорее всего. Я надеюсь на это. Кровать, чтобы поспать. Тут гранат. Не знаю, зачем мне его брать. Но возьму. Не могу никогда удержаться. Сапоги, сапоги, сапоги. Бивень мамонта. Так, сейф. В сейфе у нас... Гранат. И всякая хрень. Я не знаю, может быть, здесь что-то скинуть. Хотя здесь же я не собираюсь особо долго проводить время. Я рад, что, наконец, нашел себе опытного спутника. Мой предыдущий клиент погиб, пытаясь в одиночку справиться с целой крепостью бандитов. Ты это уже говорил. О, смотрите, какие идеальные зелья магии. Яд паралича. Сопротивление электричеству. Яд страха, кстати, очень крутой. Разрушение иллюзии. Зачарователя, бодрости, яд пешенства. Это, это, это. Значит, яды, кстати, может нашему союзнику скидывать. Может, он и будет использовать. Ничего не пропустил. Нет. Ну и, в общем-то, походу, всё. Здесь мы подчистили. Жаль, конечно, что все эти камни душа, они типа не заряжены. Придётся ещё и долбиться, чтобы их заряжать. Ой, Арканиум. Зачем я в Арканиум пришёл? Да-да-да. Кстати, а как там Арнелл Гейн? Он ещё есть в этой коллегии? Я его чё-то не видел. Хотя, казалось бы, он должен быть. Потому что... Мы ж не выполнили его задание. Пока что. Ну, я просто не знаю, его задание, это вроде... Ну, то есть, награда за его задание, это вроде бы вызов самого тени Арнелла. А нам, как бы, его вызывать не особо нужно. Ну чё, чем теперь займёмся? У нас есть Маракей, у нас есть, короче, куча всякого говна. Может, соратников проходить. Ну, это первое, чем я занимаюсь обычно. Или, может, в Рифтен отправиться. Или в посольство Таумора по сюжету. Надень на себя хоть что-нибудь, тупица. Сама ты тупица. Вайтран, гордость Скайрима. По мне так ничего особенного. Вот Блэк Лайт. Это достойный город. Так, Блэк Лайт. Тут навыки. Навыки, навыки, навыки. Сейчас пойдём, наверное, в приют Ридарана. Как вы видите, у нас всё обнулено. А это значит, что мы можем развлечься. Мой любимый за бутылик. Давай. Ах ты ж говнюшка. Так, во-первых, всякие яды, интересно, они умеют пользоваться ядами. Наши союзники-то. А Маракей почему-то красным отмечается. Он же не ворованный, нифига. Так, Большой Камень Душ. Запас Души большой. Так, Зелья Здоровья. Сопротивление магии. Так, Застрельщика. Это нашему союзничку нужно. Так, Серебряный Слиток. Слабая Трава. А вот это вот всё нашему союзничку. Вот, Яд Бешенства. Тоже нашему союзничку. Так, Посох Юрика. Отеяние, разрушение. Ещё посохи всякие. Вот, тут уже два посоха магического света. Ну, в общем-то, какая-то хрень. Всё это. Значит, иди сюда. Каков наш следующий шаг? Если так, мы пойдём быстрее. Конечно. Чё-то ты не потратил свои зелья. Хотя у тебя и возможностей-то особо не было. Значит, смотрим. Чё я тебе могу дать? Ну, Посох Ледяного Атронаха. У него есть Огненный. Зачем ему ещё Ледяной? Магический свет. Так, Посох Молний нужно будет здесь оставить. Или может ему всё-таки дать. Значит, Отеяние Архимага нужно сложить будет. Значит, даём зелья. Зелья магии. Так, Средние Невидимости. Идеальное Зелья магии. Не знаю, оно будет респауниться или нет. Прикольно, если всё это там у Архимага респауниться. Так, Застрельщика тоже отдаём. Разрушение тоже даём. Отраву. Почему бы и нет? Яд Бешенства. Ещё отрава. Яд Страха мне пригодится. Яд Упадка Сил тоже мне приходится. Зелья Берсерка нужно продать. Яд Паралича тоже мне приходится. Я буду им, типа, пользоваться. О, Великий Камень Душ с Великой Душой. А где я его взял вообще? Так, теперь давайте, собственно, заряжать. Какой посох мы будем заряжать? Вабаджек, естественно. Большим Камнем Душ, пожалуйста. И все остальные вот эти вот Камни Душ. Там ещё чего-то. Так, гранаты, вот, складируем нафиг сюда. Так, посох Магнуса. Убираем из избранного и скидываем. Давайте, пожалуй, посох Ледяного будем, как и посох другого Атронаха, использовать. Магического Света мы уже несколько раскрали. Насчёт посоха Молнии я не знаю. Дело в том, что он, наверное, навык качает или нет. Наверное, нет, но как-то... Не то, чтобы я им пользовался в будущем. Я всё-таки люблю больше другими вещами страдать. Значит, теперь. Одеяние Архимага. Да, конечно, оно очень много даёт магам. Но, увы, не мне. Потому что я не маг. И всё. Теперь, как бы... У нас есть ещё вариант за Этериевой Короной пойти. Или в приют Ридорана. Давайте, пожалуй... Пойдём в приют Ридорана. Пишака причём. Так, нет. Нам же нужно в Беллитора. Эй! Поосторожней! Добавши мне дыхание нескончаемой зимы. И вдохом хватит. Плаком. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. У меня для всех найдётся что-нибудь подходящее. Позови мне! Так, амулет Зенитара. Что понадобится? Всё продаётся, дружок. Всё! Ха! Была бы у меня сестра, вмиг бы её продал. Готов у тебя? Да, немного того, немного сего. Так. Заходи ещё. В общем, ты скажи, что ищи. Погляди. Так, это у него боевые молоты, блин, продаются. Я смотрю и думаю, что за фигня. Амулет ТПЛ, кстати, у него есть. Ну, блин, мне ещё красноречия дополнительного не хватало. Так, книги, ингредиенты, свитки, зелья. А, зелья! Тут же у нас есть зелье. Берсерка. Надо пить Берсерка. Во. Запомни. Добро. Да, немного того, немного сего. Всё. Сколько там навыка? Нормально. Ну, значит, зачарование тоже прокачано сильно. Ещё ко мне в магазин загляни. У меня. Поэтому мы идём сейчас в тюрьму, наверное. Или не идём. Нет, давайте сначала в приюты Эдарана сбегаем. Знаешь, в чём сейчас проблема Скайрима? Все только не думают, что... А, ещё возьмём двуручник у этой дамы. Вдруг пригодится. Я не говорю, что я лучший кузнец в Вайтране. Этот титул за ёр... Вообще-то да. Как ты думаешь, сможешь выковать железный кинжал? Блин. Вот всё необходимое для работы. Приступай. Нет. Нет, нет, нет. Я совсем забыл. В кузне не надо. Может быть, она даст нам двуручник? Знаешь, в чём сейчас проблема Скайрима? Ты чё смотришь? Я тебя не боюсь, ясно? Хоть я и младше. Если... Я не говорю, что я лучший кузнец в Вайтране. Это... Да. Я выковала меч. Слушай, тебе не... Спасибо. Есть. И как бы теперь этот меч наш навсегда. И типа, мы его не будем никогда сдавать. Потому что смысл в этом нет. Значит, что ещё? Что ещё? Смотрим. Убить главаря бандитов. Разузнать о таинственном послании. Так, драконорожденный встретится с Маутберном. Может, в рифты не ворами заделаться? Хотя бы в буйную флягу прийти туда. И всё. Ну и перчатки борца добыть. Вайтран, гордость Скайрима. По мне так ничего особенного. Вот Блэк Лайт. Но этот спутник мне больше нравится. Особенно с эбонитовым щитом. Он, я думаю, будет довольно-таки эффективен. Ещё я могу им этот щит заточить. Но мне нужна какая-нибудь микстура кузнеца, чтобы это было более эффективно. Может, зачистим лагерь великанов? Интересно, сможем ли. Или форт. Ну, в фортах там лута не так много, я считаю. Вообще, где можно найти кучу хилок? Бесплатно. Я вот думаю над этим. Где-то, по идее, у воров. И вообще, у воров там есть куча сундуков, если пройти их, короче. Можно взламывать эти сундуки. Или этериевую корону. Давайте, наверное, этериевую корону будем проходить. Да. Слушайте, там был этот, книга войны Этерия. И её надо, короче, найти. Зараза, я забыл её найти. Так, давайте-ка подождём немножко. Чтобы наш чувак пришёл к нам. Всё-таки скоро наш этот приют здесь будет. Бандиты ещё хуже, чем твари, что заполонили пепельные пустоши в наших краях. Ари-Даран это не один из знатных домов Моровинда. Бандиты это ваши, короче, тёмные эльфы. Так что не говори, что они там хуже кого-то. Бандиты это вы. Так, так, так. Стоп. Казан. Огненный ледяной атронахи. Вот это я понимаю. Так, а здесь где-то трупы есть. Собака. Серьёзно, я думал, здесь какой-то бандит. Так, нет. Стоп. Что тебе нужно? Сейчас же. Этого не будет. Почему? Сейчас же. Почему-то он глючит. Готово? Что-нибудь ещё? Во. Так. Ночное зрение нужно убрать. Ночное зрение таланты. Убрать из избранного. В талантах у нас безжалостная сила. Кувшин молока. Отмычка. Лопата. Забавно. А её можно что-то копать, интересно? А то я помню, Fallout New Vegas можно было копать. А в Скайриме, казалось бы, игра позже вышла. Они ещё хуже, чем твари, что заполонили пепельные пустоши в наших краях. Волшебники. Ах, как... Ус! Ах! Ну, они мне ничего не могут протёк поставить. Осторожно! Прости. Эээ... Так. Прочная железная броня. Да, забавно. Чем она отличается от обычной? Железной брони. Два железных щита одинаковых. Офигеть просто. Эээ... Сопротивление огню. Забавно. Золото. Карта сокровищ. Почему бы не взять? Неплохо. Так, это прокачка навыка. Была бы здесь книжка Войны Этерия. Было бы круто. И это всё маловато. К тому же придётся выбираться тем же путём, которым зашли. Что тоже довольно-таки обидно. Может, наконец-то стоит за это зачистить фекальную шахту? Хотя, вдруг нам туда это... Задание дадут туда пойти. В общем, я не помню, где это... Нужно найти книжку Войны Этерия. Назад мы, естественно, перенесёмся так. И поищем, наверное, сразу драконьем пределе эту самую книжку. Втяни свои когти, Каджи. Сам втяни. Ну, в общем-то, нет. Мы в следующий раз уже пойдём за Войнами Этерия и так далее. Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Красавчик с эбонитовым щитом, конечно. Просто великолепен. Блин, ну вы посмотрите, как он блестит. На первом уровне, конечно, это круто. Ну вот здесь, как вы видите, всё отраспавнилось, а вот и Войны за Этерий. То, что нам нужно. Уяснить, что представляет из себя Аркентамза. Да, смотрим. Карта мира. Задание. Вот сюда. То есть, пойдём в Маркарт. Потому что Этериевая корона, это круто. И там ещё, по-моему, облик Мзунда дают. Тоже не так плохо. И, наверное, в тюрьме не будем отсиживать в этот раз. О, мастер. А ты, интересно, можешь мне помочь всё это повзаламывать? Хотя бы ученика, ты согласишься? Каков наш следующий шаг? Да, что же, что тебе нужно? Этого не будет. Блин, тоже моралист ебучий. Откуда вы берётесь только? Тебе не стыдно? Короче, меч ему передать, но я не думаю. Великолепно. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. Тебе надо идти. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. Эй, убирайся отсюда! Это он мне? Тебе надо идти. Я там. Мне не надо никуда идти. Тебе надо идти. Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Пошёл нахер. Тебе надо идти. А, это он ему говорит. Тебе надо идти. Он тебя не слышит, парень. Тебе надо идти. Чё за заклинило парня вообще охренел? Не нравятся ему данмеры. Очень страшные они. Ну что ж, войны за Этерией будут в следующий раз. Сейчас мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.